Как ранее сообщал Деловой Славянск, в настоящее время в Славянском краеведческом музее проходит выставка, посвященная истории одной из главных улиц города, улицы Шевченко. Один из экспонатов этой выставки «Карта-план», датированный апрелем 1945 года, представляет собой достаточно любопытный артефакт, рассказывающий о планах восстановления города после разрушения во время Второй мировой войны. О том, где в Славянске должен был быть построен цирк, театр и стадион, рассказывает сотрудник Славянского краеведческого музея Александр Плахов. Перед вами план застройки центральной части города, он от апреля 1945 года, из коллекции карт Славянского краеведческого музея. Что мы здесь видим? Ну, были планы тогда, значит, такие, ароматные, и, конечно, этот план ввиду своей значительности не был реализован, потому что страна лежала в руинах, и были более важные задачи, чем возводить вот такие здания в духе этого сталинского классицизма такого характерного. Но план был, конечно, грандиозный. Вот что интересного здесь можно отметить, что было реализовано из этого всего? Вот мы, всем известный нам 19-й, вот здесь здание восстанавливаемое должно было быть. Как мы знаем, есть фотография разрушенного, ну, у нас фотография музея разрушенного, это здание, от которого остались одни стены. Как известно, оно было построено как банк, и было одноэтажным. А то, что мы имеем сейчас, здание в несколько этажей, в общем-то, в таком классическом, значит, стиле сталинской такой классики. И что было нереализовано из утраченного, всем известный гранд-отель, тоже по планам предусматривалось здание, ну, надстроить его в несколько этажей с сохранением вот этой угловой башни сверху. И соответствовать ему должна была такая же вот, такое же строение с другой стороны улицы, где стоял, как известно, двухэтажный домик, который сохранился. По этому плану, вот, собор еще оставался, значит, по более поздним планам, вместо него должен был быть построен театр. А здание, значит, дом советов, так он должен был быть на месте нынешнего универмага, юбилейный, вот здесь. Любопытно отметить, что по этим планам в Славянске это должен был появиться цирку. Его хотели построить в конце улицы Ленина, ну, ныне университетской, там, где сейчас вот бывший садик примерно в том районе. Городской музей должен был находиться вот напротив, ну, по проходу, там, где сейчас детский садик, вот здесь, в районе Остиницы Украина. Сама, ну, Остиница Украина тоже по этому плану на месте обозначена как разрушенное восстанавливаемое здание. Вот известные здания с магазином «Лимузин», где раньше был ресторан Украина, это тоже здания постройки 30-х годов, они должны были быть восстановлены. Причем здание, выходящее на бульвар Пушкина, там оно должно было быть таким вот достроено углом, угловым зданием. А на самом бульваре Пушкина, вот сейчас кинотеатр «Восток» и 12-я школа, там должен был быть грандиозный спортивный комплекс стадионом, за которым сразу начинался парк. Городской театр предусматривался напротив химтехникума, должен был быть. Вот восстанавливался всем известный жилдом, это тоже здание постройки 30-х годов, ну, такие здания вот в стиле, значит, харьковского такого конструктивизма, вот харьковские уголки, как я их называю, нашего города. Что еще интересного должно было быть, значит, ну, площадь сохраняла свою, так сказать, ориентацию такую дореволюционную, ну, не весь, должен был значительную часть площади, должен был занимать сквер. На месте, значит, рынка старого, как его называли, «Малый базар», должен был быть крытый рынок, и кинотеатр Коминтерна должны были реконструировать. Прокладывали, ну, улица, значит, ну, нынешняя площадь Семейка должна была принять несколько другой вид. Как известно, до войны улицы, вот, которая ныне, она Светлодарская сейчас называется, тогда была Сталина Ворошилова, и, ну, потом Чубаря ее переименовали, но вот ее не было. Это тогда ее только стали наметили, ну, проложить. Немножко другая вот здесь конфигурация улиц, ну, в восточной части города должна была быть другой. Планы были эти грандиозные, но осуществить их удалось частично. Ну, вот в отношении той же улицы Шевченко, когда построили только несколько сталинок, вот здесь и то, все несколько изменилось. В общем-то, ну, в 60-е годы все еще пошло по стадию удешевления, как тогда называли, этом, борьбой со всякими, ну, удорожаниями проектов. Это когда снизились и потолки, и ушла вся лепнина эта красивая со зданий. Ну, появились, значит, эти, ну, всем известные хрущевки, которые много ругают, но некоторые находят в них свою прелесть. Уже появились такие вот, некоторые, так сказать, выступают, что здание, которым больше 50 лет, а уже многим хрущевкам и по 60, и по более лет, значит, что надо их сохранять. От всего этого дела появились сторонники, ну, и этого. Хотя, ну, так сказать, вот, как-то называли эти, вот наш район, этот, по-болюбору Пушкина, когда его застроили, его называли тогда, встречалось такое название «Славянские черемушки», по названию известного московского района. Вот такое было. Ну, в общем-то, планы менялись. У нас хорошее, когда как-то мы устроим выставку карт, у нас есть, например, еще более ранняя карта, например, разрушений на 43-й год. Она была сделана, и там, так сказать, какие здания намечалось восстанавливать, какие были разрушены, какие сгорели. У нас есть и другие, более поздние, ну, и 60-е годы, в той же центральной части, когда все должно было быть тоже по-другому, и тоже были эти планы не были реализованы. Но это все интересно. Вот история застройки есть, как интересно, ну, история нереализованная. Каким видели славянство, да, ну, есть некоторые, вот даже сохранились, там, эти вот, даже в старых газетах, некоторые, так сказать, зарисовки, там, эскизы городских зданий. В общем-то, интересное, так сказать, вот это вот направление, исследование города, о котором, собственно говоря, мало кто писал и мало этим занимались. Ну, а деловой Славянск будет продолжать и далее, следить за этим, и будем рассказывать об этом шире. Надо искать еще поиски. Есть, ну, небольшие планы есть, и 20-е годы, когда улицы именовались по-другому, там, еще до переименований. Кстати, вот, любопытно, что на карте вот этой, ну, 43-го года, вот, разрушений, она сделана поверх карты 30-х годов, так, на этом, нанесены все эти, вот, цветной тушью нанесены все эти здания, разрушенные, но, когда читаешь названия, они там очень блеклые, там, еще названия этих репрессированных персонажей, потому что другие карты, судя по всему, не издавали где-то уже, там, под 40-е годы, и все наносили на эти, вот, там, остались, там, еще имена Зиновьева, там, и тому подобное, людей, которые уже в 40-е годы, так сказать, были некошерными, неупоминаемыми, но на этих картах, вот, их делали по этим, вот. А сама основа, вот, эта карта 30-х годов, ну, такой вот чистой, чтобы более четкой, ну, ее нет, есть другие карты. Есть карты, значит, других районов реконструкции, там, лесных массивов, вот, вот, такое, значит, зеленых насаждений вокруг города, но, если посмотреть на северную, это часть, там, города, как намечали реконструкцию, там, вообще, какие-то эти, там, пруды, там, вообще, зеленые зоны, там, что-то такое, там, ну, многие районы намечалось, так, реконструкцию. Да, еще надо отметить, что вот на период этой карты, вот эта карта касается, значит, этого, Славянска самого, в состав Славянска не входил этот Новославянск, то есть вся территория туда, начиная от Керама, это был поселок Новославянск, он имел статус поселок, да, туда, это он был отдельно, он не входил в эти все планы, так же, как не входило сюда, и у них были свои повторяющиеся наименования улиц. Вот, кстати, была Первомайская здесь у нас, и была Первомайская на вокзале, это Камехова была тогда, на тех картах, значит, точно так же было на Черевковке, там были свои улицы, потому что это тоже был поселок, который объединил там все эти хутора, и там в него включали, выключали, вот само изменение территории Славянска, это тоже отдельное направление истории, в общем-то, как все это включалось, и когда все это переименовывалось, и когда менялись все эти планы. Спасибо большое. Я вот смотрю, вот если по этому, вот кратце, если рассказать об этом здании, это другой будет вариант, это другой материал.